СОЛДАТАМ РЕЙХА В нее вошли 60 человек, мирные жители, патриоты своей родины, среди которых 10 сотрудников театра. Поддерживали связь с крымскими партизанами, вели разведывательно-диверсионную работу, распространяли листовки и собирали информацию о военных объектах врага. После выступлений для фашистских захватчиков Николай Барышев помечал на карте места расположения немецких баз. В 1944-м эти сведения передали Красной Армии. 10 апреля 1944 года, за три дня до освобождения Симферополя, патриоты погибли в фашистских застенках. Память о героях увековечена на мемориальной доске, расположенной на фасаде театра. И в спектакле они были актерами. Уже полвека коллектив крымского драмтеатра проводит традиционный сбор труппы. Актеры устраивают перекличку. Звучат имена героев-подпольщиков. В этом году она впервые проходит в режиме онлайн. Художник театра Барышев Николай Андреевич. Перегонец Александра Федоровна. Яковлева Зоя Павловна. Озеров Илья Никитич. Чечеткин Павел Игнатьевич. Добросмыслов Дмитрий Константинович. Ефимова Просковья Тарасовна. Саватеев Олег. Погиб в борьбе за свободу и независимость нашей Родины. Александр Денисенко впервые увидел спектакль «Они были актерами» в 2008 году. Тогда студент театрального училища и представить не мог, что сыграет в нем одну из ролей. Когда мы там, мы становимся частью чего-то большого, чего-то светлого. И пример этот для нас очень важен. Дань памяти, дань уважения к людям, которые, жертвуя своей жизнью, помогали, приближали победу в Великой Отечественной войне. Подвиг подпольной группы «Сокол» – свидетельство того, что люди способны не только играть героев на сцене, но и стать ими в жизни. Татьяна Балыкина, Евгений Гарбузов. Утро нового дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова